Доброе утро коллеги с вами Исааков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день вторник 28 ноября и давайте посмотрим чем у нас открывается сегодняшний торговый день начнем наш разбор как всегда с пары евро доллар по паре евро доллар мы видим сегодня с утра торговлю вблизи уровня поддержки которые были сформированы по минимальным значениям вчерашней торговой сессии в области 1.1859 пока тенденция в рамках часового таймфрейма остается восходящая но в том случае если евро доллар сможет закрепиться ниже отметки 1896 то уже вероятно начало коррекционного нисходящего движения с целями в область 1.17 и 1.1670 преодоление на максимальной значений в область 1.1960 максимум который был зафиксирован вчера уже подтвердит продолжение восходящего движения с целями в область 1.20 пара британский фунт американский доллар также пока находится в восходящем движении в рамках часового таймфрейма ближайшая цель это обновить максимальные значения которые мы видели вчера в области 1.3381 ну а в том случае если мы увидим преодоление минимальной значений в области 1.3310 минимальное значение которое было зафиксировано вчера то в этом случае уже может начаться коррекционно нисходящее движение в область 1.32 и далее 1.3054 пара американский доллар канадский доллар вчера сначала попыталась преодолеть минимальное значение пятницы закрепилась за этим уровнем но уже концу торговой сессии мы увидели увидели возвращение к максимальным значения за торговый день и преодоление максимума в пятницу поэтому на текущий момент в рамках часового таймфрейма прослеживается тенденция восходящая с целями движения сначала преодоление максимальной значения которым увидели вчера то есть движение выше отметки 1.2775 ну и далее уже на отметку 1.2840 возврат к продажам по данной паре будет актуален в том случае если мы увидим уход ниже минимальные значения которые мы видели вчера в области 1.2679 пара американский доллар японская иена вчера преодолела минимальные значения пятницы закрепили за этим уровнем и на текущий момент тенденция в рамках часового таймфрейма продолжаются нисходящие ближайшие цели это закрепиться ниже минимальных значений которые мы видели вчера в области 110 84 далее пойти на 110 32 возврат к продажам будет актуален после преодоления максимального уровня максимальных цен в области 111 66 максимум который мы видели вчера а пара австралийский доллар американский доллар вчера преодолела максимальное значение на пятницу закрепилась за этим уровнем и в рамках часового таймфрейма на текущий момент сохраняется тенденция восходящая по крайней мере до тех пор пока мы торгуемся выше отметки минимальные значения которые мы видели вчера в области 75 92 преодоление данного уровня вернет нас к продажам по австралийцу с целями движения на 75 55 и далее на 75 31 пара евро фунт пока также находится в восходящем тренде ближайшие цели по восходящему движению это преодоление максимальной значений вчерашней торговой сессии то есть движение выше отметки 89 66 ну а в свою очередь закрепление ниже минимальные значения которые были зафиксированы вчера в области 89 24 закрепления за этим уровнем вернет нас уже к продажам по паре евро фунт с целями движения на 88 49 золото на текущий момент продолжает свое восходящее движение ближайшие цели это уйти выше отметки 1300 долларов за тройскую унцию далее уже пойти на 1304 возврат продажам по данному активу будет актуален после преодоления минимальной значения о котором увидели вчера в области 1286 долларов за тройскую унцию а нефть марки бренд также продолжает свое восходящее движение ближайшие цели это закрепиться выше максимальное значение которое мы видели вчера в области 64 02 далее пойти уже на 64 68 возврат к продажам а значит и продолжение нисходящего тренда по нефти продолжение коррекции произойдет в том случае если мы видим закрепление ниже минимальные значения которые мы видели вчера в области 63 12 а по индексу dax вчера мы видели торговлю достаточно узком диапазоне пока тенденция на укрепление сохраняется и данный сценарий будет актуален до тех пор пока индекс dax торгуется выше минимальные значения которые были зафиксированы вчера в понедельник и в пятницу на прошлой неделе а именно отметка 12 тысяч девятьсот восемьдесят восемь преодоление данного уровня закрепление за ним вернет нас коррекционному нисходящему сценарию по индексу dax ну а цели по восходящему движению это закрепиться сначала выше максимальных значений а понедельника дали максимальные значения и а пятница и уйти уже за уровень 13 тысяч двести пятнадцать а по биткойну мы видим продолжение роста сегодня с утра доходили до максимальных значений в области 9743 740 и на текущий момент тенденция восходящая сохраняется а если говорить о начале коррекционного движения по данному инструменту то только после преодоления минимальной значения которому видели вчера в понедельник в области 9140 пока мы торгуемся выше данного уровня тенденция на укрепление сохраняется итак коллеги всем спасибо за внимание с вами был всяков роман как всегда напоминаю если это видео было для вас полезным то обязательно ставлю ставьте лайк если у вас есть вопросы или комментарии то обязательно оставляйте их под этим видео всем желаю хорошего торгового дня и до свидания